И вот по драфтам у нас тут самое интересное намечается. Какой-то паджик затесался для Паук Гейминг и, конечно, поломанный муэрто у команды Брайт. Ну вот, тяжело разобраться, кто здесь, на ком будет играть, потому что виверочку мы вчера видели на первой позиции, если я не ошибаюсь. Вот не совсем он там... Не, вивер был у нас от Вая, товарища, да, на тройке? А, на тройке был, да. А это, получается, в Китае. Такой был, реально, здоровый, сильный, жесткий вивер. Вот я говорю, в Китае сейчас как будто бы перестали брать оффлайнеров, да, больше берут именно семи коров. Стараются играть с два-три кора и, по ощущениям, может быть, имеет место быть, да. То есть нужно, говорю, разбираться. Патч вышел только недавно, соответственно, первые турниры нам покажут вообще в целом структуру, за которой мы будем наблюдать. Всякие там новые паттерны, как играть, что играть, что делать в игре, какие вышки захватывать, какие таргеты более важные, да. Нужно ли драться за вообще, допустим, условия за этого терзателя, либо же забить. Может быть, его можно будет забирать там в самом конце, когда будет появляться второй. То есть много вопросов имеется, и посмотрим, как это будут обыгрывать именно профессионалы. Ну, такие, как Юраги, да? Это факт. Но самое главное, что сейчас, наверное, хочется выделить, так это, конечно, руны мудрости. Вот, к сожалению, сегодня мы не так много видим сражений или каких-то контестов этих рун мудрости, но вчера, например, было много такого. Потихонечку команды начинают обращать внимание на то, что да, эта штука реально дает много, да, порталы очень обузные. К сожалению, сегодня мы тоже не видим какой-то сумасшедшей игрой от суппортов, да, очень быстрого кода геймплея, где быстро ребята переключаются с линией на линию, именно с сайда на сайд. Ну, может быть, мы сегодня еще должны увидеть самую сильную команду второго дивизиона в действии, да. Это у нас, получается, запамятовал Пигки Тиллер, вот. Так что все еще будет, но это будет уже в следующей серии. Сейчас главное разобраться, что у нас тут. Конечно, будем смотреть, будем разбираться. Такое ощущение, может быть, стоит опять-таки отойти от стабильных 2-2 линий, есть ли какие-то опции условно убрать лесника, либо же пытаться играть через роумеров. Я думаю, сейчас игроки потестят, попробуют пойти к чему-то новому. А раньше ведь как? В свое время никогда не стояли 2-2, то есть очень давно стояли 2-2, потом решили поменять стратегию, начали играть 3-1-1, Оффлайнер стоял соло, потом опять-таки все это менялось много раз, да, в один период очень, скажем так, доминировали роумеры, то есть у тебя 2-1-1 и человек, который роумингом занимался, бегал там, контролил, помогал в меди, перемещался там на топ, на бот и тому подобное. Ну и по драфтам что у нас появился? Знаменитый Брюмастер для Ирвина. В итоге Вивер у нас куда идет? Неужели Вивер 4 и Вивер Керри? Я пока что не совсем понимаю. Ну, больше, наверное... Давай так, давай играть от пятерки, да, скорее всего у нас пока формат такой, что Клок позиция 5, соответственно, под Клока... А, ну и Вивер тоже рейндж-герой, да, и Вивер и Муэрта. Зависит, наверное, от того, что возьмут себе, полгейминг на ласт, и можно будет флекситься. Я, наверное, больше хотел бы Муэрту видеть на Кере. Как-то, знаешь, в последние матчи она очень хорошее впечатление такое производила, особенно если игра затягивалась. Тут еще важный момент, а смогут затянуть игру Брайты? То есть, по сути, из пуша здесь у Темпларки только хорошее преимущество есть. Там вышки ломать, Иршан на основном болить. Да, тем более Виверу в Дизраптора сложно играть, да, то есть он тебя глимсует, закрывает статиком, и ты погибаешь. Наверное, Вивер четверка. Как я подозреваю, пойдет он на линию с Браймастером, ну, я не так много вижу смысла ставить Вивера на Кере. Муэрта отличный, мне кажется, кор, да, который, если доживает до Лаита, где его покупает до Идалуса, выглядит симпатично. Тем более, еще и Вивера прикрывает здесь Бладсикер. Ну, мне кажется, выбор очевиден, да. Да, мы даем в руки имитатора Вивера и говорим, братишка, ну, если на тебя накинут Раптуру, извини, ты умрешь. Но, тем не менее, зато на Муэрте перспективы шикарные. Ну, мы не будем сильно против. Да, вообще... На Муэрту особо Раптуру ты не кинешь. Очень жадный драфт у команды Паук Гейминг. При всем уважении, Пудж, Керри, тройка Бладсикер, это медовая Темплар Ассасин. Погорячились, может, ребята? Кто должен плеймейкером-то быть? Там что-то немножко поменяли Пуджа, то есть опять ослабили, насколько я понимаю, Аганим. С другой стороны, каких-то других билдов я здесь придумать не могу. Вот, покупаешь Мангард, покупаешь Аганим, БКБ, Блинк, дальше там уградишь Аверхэминг, Блинк и тому подобное. Закупаешься и рефоришь Рам. То есть, билд, очевидно, простой рабочий. Наверное, с плеймейкером есть легкие проблемки, многое будет зависеть уже от линии. Если Бладсикер хорошо постоит против Муэрта, он может там что-то напридумывать. Если же нет, играть будет сложно, все будет как раз-таки в руках именно саппортов. То есть, Рамфу Дау вместе с Эроном должны будут создавать моментики. Ну, а у Тим Райт все довольно-таки просто. У них, на самом деле, очень такой неплохой сетап. Когда у Брюмастера появляется шестой уровень, он может уже активничать. То есть, у тебя есть Клакверк, который сейчас, кстати говоря, как мне кажется, но усилился. У тебя, условно, есть Мидлейнер, который может играть активно, это Войт Спирит. Ну, и, понятное дело, Муэрта, она плюс-минус подключаться не будет. У нее задание простая. Нафармить и переиграть в лейте. Ну, вот как будто бы, да, все смотрится так, словно... Если сильно затягивать игру, то, в принципе, Паук Гейминг реально могут держать достойный удар. Ну, и так, слово о том, что, да, там, как правило, Муэрта побеждает на 50-й, там, минуте на 60-й, на 45-й, там, где-то после 40-й, грубо говоря. То есть, справа у тебя там три керри, которые способны реально, там, выжимать все абсолютно из героев. Но, опять же, мидгейм, да, и как вот это все дело играть, не совсем понятно. Ну, будем смотреть. Опять же, нам ничего не остается. Есть пока небольшая вылазка в смоках. Интересно, найдут темпларку? Вижн-то поставили, вар и темпларк хочет восстановить. Получается, ташку можно будет уничтожить. И вард найти. Ну, это будет палево, если они сейчас будут использовать способности Муэрты от дерева, да, чтобы, да, заставить в темпларку зайти в клокверка, в итоге есть батарейки. Ну, полхп выбили. Стоило того? Вард спалили. Надо динать. Ну, уже перемещаюсь имитатором, да, спокойненько здесь будет динать, даже если условно сюда поставим в центре, вард мы уже не найдем. Не получилось сделать First Blood, как-то промечиво напали, клоквер должен был получше подблочить, может быть, ну, не знаю. Дэдшот, да, на первом, просто слишком слабенький, там, 08. Не динайл. Представляешь, Ранфу Дао пришел, поставил центряк, тычку дал и добил. Жесть, там как раз вард разнали. Критическое уже. Я говорю, это критическое. После такого, ой, неприятно играть. Но, с другой стороны, также находит здесь вард игреки команды Брайт. Ну, и все. По всей видимости, хотя, подожди, смотри, бежит дезераптор с интервей, поставит линия. Ранфу Дао как будто бы хочет, но не знает, куда ставить. Ставит и находит десентри, и находит и опс. Плюс очень много денег для Ранфу Дао. Два центря он реализовал замечательно. Посмотрите, 350 на старте. Красавчик, сейчас еще такой педцентри, уже может задуматься над цапогом, либо что ему там нужно. Но, на самом деле, дезераптору просто нужна мана на линии, чтобы он мог спамить. Согласен. Ну, по баунте получилось поровну, но, конечно, два вот техапса очень приятный такой стартовый бонус. Ну, ладненько, посмотрим. Линия не очень легкая вырисовывается для паджика, потому что неплохо так обычно орудует против милишников брюмастер. Напаивает их там сидром своим, подсмазывает как раз, получается, вивер, да, с шокучами. Ну, опять же, тяжело его поймать будет до поры до времени. Ну, интересно, интересно все это пока выглядит. Посмотрим, во что все превратится. Конечно, первый раз, когда приходишь играть в доту на сайд-линии, это совсем какая-то неузнаваемая штука. Ну, ладно. Так, Ранфу Дао. Вроде просел по хп, а вроде гранату в него кидают, и сам еще может имитатор разобрать. Байт на феррифайр. Первая кровь для имитатора. А вот и вернул он все свое. Нам подавил дизраптору как-то. Ну, как-то неаккуратно сыграли. Ой, по импульгу пошел хукшот. Неприятно сейчас ему будет. Подходит сюда имитатор, накидывает сворм, и, скорее всего, умирает здесь точно. Ленифер еще и выживает. Ирвин, какая печалька, какая печалька для команды Паук. Ну, вот линия, казалось бы, очень сильная, да. Вместе с Паджом приходит дизраптор. Должна выигрывать, но два фрага они отдают. Сейчас будут легкие сложности. Если доживает у нас брюмастер и не погибает. У Ирины тут будет замечательная игра. С другой стороны, знаешь что? Бладсикер разогнан. Он очень быстр. И на боте, наверное, за счет этого сейчас может как-то даже покилять. Хотя сетап, да, Мирана, Мирана, Бладсикер, ну, никакой, по сути. То есть попасть стрелой надо, чтобы там накинуть Бладрайт. Это верно. Да и с первых левелов не так это эффективно работает. Ирвин, кстати, погибает. Имитатор зарабатывает золото. Вот это Хук Чанский от Пуджа. Вот это я понимаю. Да, еще и Жучка зафармит. Бэкается потихонечку по экономике Пудж. То есть возвращает все утраченное. Там уже и денежка на кольцо появилась. Вот главное, конечно, не ошибаться. На первых минутах игры, может, оно все еще не так ощутимо. Но, тем не менее, экономику поменяли в доте, да, с выходом патча. То есть зафраги теперь реально дают гораздо больше золота. И, вероятно, опыта тоже. Поэтому нужно быть осторожными. Ну, тут, да, такая прикольная штука. Вроде Пуджа убили разочек, а Пудж в итоге пережил всех, да, со второй драки. И в итоге у него теперь левел 4. А Ирвин вот сейчас левел 3 только получит. Ну, и Пудж только-только доберется до 4 как раз. В общем, разница в левел, она довольно неприятная. Вот, что хочется отметить. Да, соглашусь. Ну, и давай смотреть, да, у нас третья минута, кто у нас будет забирать лотусы. Пока что не торопится ни сверху, ни снизу. Но, однако, опция сохранена. Так, Мэрта. Ну, по всей вместе будет классика, да, там ПТ-шка какая-то пика. А там либо мы добираем мальчслейер, либо же просто берем силы ЛБКБ. Ну, в общем, по ситуации. Что, скажем так, лучше будет по таймингам? В общем, на героя все шмуточки заходят приятно. Но дэмэдж появляется с появлением критов, да, по ощущениям. Еще важный момент, это какой-то разгоночный айтем себе приобрести. Потому что с мальчслейером мы видели Муэрту, она так себе зашла. А вот в одной из прошлых карт, как раз, которую он немножко подзатянуло, Муэрта играла сразу с молниями. То есть одним из первых артефактов. И это был достойный, достаточно выбор. Команда подспейсила. Опять на топе небольшая у нас потасовочка. Лишают паджика. Ну, во-первых, если ты обратил внимание, курьер у пуджа погиб. А в курьере было кольцо. Как раз, которое позволяло ему стоять линию. Поэтому тут пока приходится терпеть. Но вангвард появится. Полагаю, что дэмэджа будет значительно меньше поступать в его пусико сладкое. Да, ждем вангар, чтобы можно было стоять комфортно. Опять-таки, вроде бы деньги уже практически имеются. Эра намирает. Такая интересная штука. Сам он нырнул в эти коде. При этом всем хит также отправил в таверну. То есть, в принципе, остался в максимальном плюсе килла. На топе в это время тоже какая-то была драка. Пуджа уже не трогают. Фокусируются на Дезерапторе. Неправильно делают. 5-4, небольшое преимущество за Брайтами. Но меня радует тот факт, что вот уже вторую карту мы видим. Довольно активное начало. И хочется, чтобы это не заканчивалось. Суперактивно играют на сайд-линиях. Да, постоянно размениваются, убивают, погибают. Ну и интересно играют игроки. Важно, да, то есть, что одним, что вторым задоминировать. Но не так много перемещений через портал. Мне кажется, вот виверу условно можно переместиться на бот. Залететь, убить. То же самое можно сделать и условно Дезераптор. Потому что не ожидает его увидеть в спине. Напали на Паджа, у которого нет вангарда. Ему очень больно, без вангарда он здесь точно погибает. Это минус Падж. Очередной раз Ленифер отправляется в таверну. Вот кольцо потерял, потерял. И не смог купить себе Витальти Бустер. Вот теперь жалеет. Сидит 900 золота без шмоток на линии. Ну, неприятненько. Надо же какие-то выводы делать, да? Надо как-то более аккуратно. Колечко заберет, вроде нормально. Кстати, радует меня тот факт, что на пятой минуте мы видим тысячу монет за коллективом Райт. Очень спорные, скажем так, были там размены на топе, да? Не всегда ты понимаешь, для кого она в плюс. Но по экономике пока у нас номер один по фарму это Брюмастер. Вот так вот. На миде тоже Витспирит постоял. В принципе, там разница 100-200 монет. Несерьезно, нападение есть на килла. Тут прибегает имитатор, да? Которого не ждали. Стрела в клока. Так, чтобы просто сильно не мешался. Ну и не забываем о том, что пассива БСа, она его подразгоняет, когда герои теряют хитпоинты. Поэтому, ну что, будем дальше гоняться за БСом? Блодрайт есть. Вивер. А там кнопки в кулдауне. Аферифайр, конечно, присутствует, но БС уже разогнанная. Хит приходит на подмогу. Будет дэдшот в случае чего. Но хочет на латхит его оставить. Не. Все-таки имитатору фраги достанутся. Или, или, или. Но тоненького можно было еще и рвно засейвить. Ну, повезло бы там как-нибудь. Красинка, разменялись? Упали. Не получилось реализовать, да, вообще ганг. То есть, в итоге выходили на Блодсикера. Клокверк там получил стрелу, не смог закрыть. В когах. Нападает на Ирвина, поцепили, есть стики. Если что, Ирвина здесь живет. Ирвина убить сложно. Вангард на паджике наконец-то таки куплен. Брю будет делать Весла. Это будет активный брюмастер, да, то есть без медасов, без всяких там пассивных и аур. Просто покупаем Весла, бегаем активно, жарим, душим, вот прям как сейчас. Напали на Пуджа, Пудж делает кукл ответа. А где у нас саппорт? За руной пошел. Руной мудрости, да, седьмая минута. Подставился на керри, сам виноват, че? Вот так-то, новые правила, новая дота. Ну, кстати говоря, тоже пошел Эрон на Миране, забирать руну мудрости. То есть, в этом плане сегодня у нас... Я не обратил внимание, как на первой карте было, вроде бы, поровну, скажем так, сыграли в этом эпизоде обе команды. Но, тем не менее, пока вот конкретно сейчас чуть проворнее именно Паук Гейминг, да. Ну, слушай, 208 опыта не так уж и много, да, на самом деле. Это даже не уровень, как раньше давала книга. Знаешь, мелочь, а приятно, да. Ну, я к тому, что умирать, мне кажется, за эту руну не стоит. То есть, ты отдашь золото, после того, там, 200, плюс еще и 200 опыта соперника. Ну, топи, смотри, еще раз пытается Пуджа размять. Вот это, к слову, о том, вот эти вот ранние руны, это история про ранние шестые левела на суппортах. Вот что хочется подметить. Даже частенько у нас было такое, что 14 минуты, а сапы бегают нищие. Вот сейчас убивают Пуджа все-таки очень так долго, но убивают ребята из команды Брайт. Теряют свою керри с правдливости ради на боте. Левел 6 килла, вероятно, как раз, да, и пытались Рапчер плюс Стрела закомбинить. У них-то получилось. Есть еще один, кстати говоря, довольно неплохой Блодрайт был. Иринг сделал ТП, замедление срабатывает. Нужно похилить Сандану, да. И вроде как замедляется потихонечку Блодрайт. Потихонечку, маленечку, приходит также. Марта, есть, есть, пулька, не хватает, но урна, да, да, палец все-таки. Иринг зарабатывает золото, пока у нас две карты подряд, иринг это просто какой-то, какой-то бист в хорошем смысле, разумеется. Опять у него 5000 золота, это сейчас еще только восьмая минута, ребят. Первую карту, да, помнишь, мы с муки? Ирин очень больно, еще и Ирин погибает. Мирсота! Я уже и забыл, что так можно делать. Слушай, там неприятно, там Синдер Макшен, то есть на тебя накидывает Синдер, накидывает как раз-таки урну, ты поджигаешься, ты медленный, ты таешь, и залетает там по тебе еще и ракетка, плюс дэдшот напоследок. Такой вот финальный выстрел. Ну и давай смотреть, на топе у нас перемещается Ранфу Дава, хочешь как-то там имитатора подловить? Не получается, смотря, благо, 200-3 вообще имеется, да, то есть килл потенциал здесь высокий. 1 за 6, 2000 преимущества команды Брайт. Начало хорошее. Из плюсов. Феникс, позиция. Так, так, Ранфа Дау. Что-то он немножко замер, он хотел забрать Лотос, законтролил, видимо, карту, что-то там. Ну, бывает такое дело, да. 9 минут игры позади, друзья, спешу вам, опять же, напомнить про акцию. Бэтбэтбум, бонус 100% на первый депозит. Все, что вам нужно для того, чтобы его забрать, это регистрироваться на сайте либо в мобильном приложении, используя промокод DPC. На боте у нас пока Умер Коккорг. На боте. Он понимает, что там находится Вижн, да, то есть его там очень быстро, легко убили, ну и, соответственно, делает выводы. 12-7, очень активная игра, у нас у Умерта сейчас появляется 6-ой, но также 6-ой есть и у Бладсикера. Умерта в опасности, может закинуть Раптуру, побежать на опасность, развести на ультимейт, да, а если он нажмёт ТП-аут, то закинуть ТП-астрелу. Мне кажется, это хотят сейчас сделать коллектив Полгейминг, но, наверное, так, у нас на топе есть небольшая потасовочка, Ранфуда умирая делает ТП-аэмплээссен. Не стал ультимейт кликать свой Ирвинг, может, оно и к лучшему. Так бы, конечно, тоже сбили ТП и, вероятно, убили ТП-аэмплэрку. Интересно, поменялись ли ними как-то, ребята, в один момент времени, да, не совсем понятно, как именно, почему, но вот решили Брайт и отправить на топ-вэйтспири, и, пускай, карту открывает нам потихоньку, а на мид встанет Ирвинг. Кстати, на пути на так и есть, да, делает ТП-аэмплэринг, хит у нас под рапчером, всё-таки отправляет в таверну, раскладывается Брюммастер и не живёт килла. Сложные старты у Керри на лёгких линиях, но, тем не менее, пока вот оффлейнеры радуют нас, да, что Ирвинг команды Брайт, что, в принципе, килла, да, всё ещё хороший Нетворс имеет 20-ти. Слушай, Брюммастер-то сейчас должен начать активно появляться, как мне кажется, дополнительный там спирит появился, но по факту это что, это дополнительно урон, по сути, там дополнительная какая-то способность, ну, типа, как, что-то вроде как УМР-то, наверное, да, выпускает волну, которая там притягивает, ну, что-то типа Харикейна, может быть, Усавуха. Но факт в том, что у тебя плюс спирит халявный, плюс демэдж, соответственно, и возможность, скажем так, больше и активнее играть в доту. Илан. Стоит задуматься о тем героям, его подцепили на него, напали. Есть Феникс, скил очень больно, это минус скил, а Ронфу Дауа тоже, скорее всего, никуда не закидывает пиво, закидывает просто-напросто в Весел, очень больно, очень неприятно, это минус Ронфу Дауа. Вот так вот напился и спать пошёл. Что один, что другой, игрок команды по гейминг. Так, 4000, тем временем, преимущество довольно такое весомое, приятное, подставляется немножко Клокверк, в это время я вижу там, да, съедают Муэрта, он не попал своим дэдшотом, в итоге придётся ему погибать без каких-либо разменов, ну, хоть Крепочка добил напоследок, и то на этом спасибо. Так, не всё хорошо получается, да, вот там, где Иринг, там успех, там, где Хит гуляет, там пока провалы небольшие. Да, ему, мне кажется, стоит просто-напросто направиться в лес, благо карта большая, позволяет тебе найти своего вейспота всегда. Не надо подставляться, не надо играть, скажем так, агрессивно, у тебя оффлэндер делает всё, что нужно делать в этой игре, просто фарми, братишка. Это же так просто, это элементарно, вот посмотри, имитатор тоже там очень много спейсов создаёт, нападение у нас на Эрна, Эрн погибает, а я слышу Раптура, Раптура у нас на Фениксе, Фениксу больно, есть у него Астрал Степа, Диссимулейт, нужно успеть поражать, Диссимулейт нажимается, нет? Лайминг, гигатия. И всё, всё, закончил Зарапчер, да, можно идти на развороте в атаку, ну, правда, немножко не сложилось, но должны дополить, скорее всего, килов, всё правильно. Так и пошёл за чем-то тычки, давать ранфод аут, тут уже на месте имитатор, перехватывает эту атаку и, нет, всё-таки Ласхид получает Ирн, оно и к лучшему на самом деле. 12 минут игры, у него есть апнутая урна, то бишь, Весл, есть арканы и появляется блинг, очень круто. Так у него ещё и 9.1 статистика, у него богоподобие, то есть, вначале он там умер, и после этого сделал стрики с 9 убийств подряд. Есть у него Блинкдаггер, то есть, ультимейт готов, 12 турнику подождать, да, то есть, усилиться ультимейт, и можно двигаться дальше. Из прикольного, он вроде бы там шарт поставил, шарт что сейчас делает? Шарт сейчас просто увеличивает длительность ультимейта. За 1400, ну, не знаю, вроде прикольно, а с другой стороны, можно, наверное, да, что-то другое приобрести, как вот сейчас он хочет купить себе как раз-таки Владимира. А на мид перемещаются игроки команды в Riot, собираются ломать эту вышку, тем более, что не знают о Блинке, который сейчас подлетит, да, Блинк просто приносит имитатор. Ну и все, Ирвин готов врываться, есть вольфотклакверка, я слышу в дизраптор, дизраптору больно, нужно нажать, нужно нажать, братик, нужно же нажимать, глимс аут, не получается, это, скорее всего, минус ранфода, ультимейт от Брюмастера, подцепили Смолкей Кея, подстанили, просто-напросто аннулировали. Эрон здесь позиции, пытается забрать Андайнга, не получается, также умирает у нас, скорее всего, Эрон, не смогли забрать даже Андайнга, который бит, и 42 хп у него остается, и он выживает. Богоподобие для Ирвина, убивает он троих героев подряд. Зацепить, пуджа, конечно, тпшечку сбить, разумеется, это 4 фрага, все коры, кроме блацикера, отправились в таверну, 7000 преимущества становятся теперь уже за Брайтами, и в это время спокойненько фармит хит. Он понял, где ему нужно находиться, и теперь аккуратненько выносит золото, потому что он все еще как ни крути, но главный герой по сносу строений, главный герой по нанесению урона, но там через минут 30 будет. Так что, качаемся, качаемся. Илана, смотри, Родианс поставил себе, как будто немножко так отчаянием пахнуло, да, говорит, команда руинеров, что-то надо самому выигрывать. Нашли пока Ранфу Дала, забирал он руну мудрости, если я правильно понимаю, да. Так, хукшот слышится тоже на фоне, есть атака в килл, а по-моему, погорячился немного Локверк, или нет? Это дабл демош, вообще руна есть у Вейтспирита, нет, не погорячились, ребята, минус килла, прекрасно. Жесткая доминация, посмотри, как они дайвят, да, просто бегают, пушат, постоянно тебя, говорит, находит, заставляет драться, заставляет принимать глупые сражения, ну, если их не принимаешь, соответственно, ты потихонечку, полигонечку убираешь на всех частях карты. В общем, Брайты собрались, Брайты играют грамотно, очень крутая игра, в первую очередь, конечно же, от Ирвина, который сейчас еще и находится в Молке и Кея, ультимейта нет, Смолке и Кея, может быть, нажать ТП Аут, которого нет? Ну, понятное дело, раз ТП Аута нет, нажать ты его не сможешь, сейчас сюда подходит уже, имитата, нажимает, да, Смолке и Кея, просто пытается уйти, ну, куда же ты уйдешь, будет через 2 секунды у него, а рефракшн не получается, фраг достается как раз-таки, Муэрт. Самое, к самому главному герою, которому прям реально нужны Праги для того, чтобы чуть-чуть как-то развернуть немножко себе игру, 5-15 минут, пингуют на Рошана, а что, есть чем убивать Рошана? А, интересно, я еще не видел, чтобы Муэрта прям вот урон наносила Порошана, сейчас посмотрим. А, через пивко? Нет, есть ульта, давайте понаблюдаем. Ну, я бы не сказал, что много дэмэджа, чтобы выписывать. И все, и ульта кончилась. Ага, в это время умирать Клокерк. Ну, это такое занятие, видимо, не на одну минуту от команды Брайт. Да ладно. Ну, вроде бы получается, но там очень быстрый Солар Крест у Вивера, и посмотри, имитатор, ставит пикбай, дезолятор. А, да, был глибнир просто, я поэтому, как бы тоже, да, суть в том, что можно керировать с ним, но... Ну, Дизоль поинтереснее, это уже так, немножко азартом отдает, но, тем не менее, это все грамотное действие. Посмотри, какой муфт придумали, отдали Муэрте все-таки, а едешь, то есть планирует Муэрту файт и вводить, ребята. Окей, запомнили. Давай смотреть, у тиммейта Бремастера откатился, соответственно, мы сейчас можем принимать тимфайт. Брайт хотят. На скане, где вы заметили? А, нет, подожди. Перемещается на бот. Ага, там хила все здорово прочитал, он скан забросил на парный телепорт и, соответственно, понимал, что на него сейчас будет атака. Поэтому все хорошо. В общем, мне нравится, что саппорты команды Брайт, да, вот они обузят эти как раз-таки повисы. То же самое сегодня мы утром видели. Одни саппорты покупают, другие игнорируют. А по факту артефакт хороший, очень полезный, да, скажем так, может подсейвить и спасти тебя или твоего тиммейта. В общем, мне нравится, нужно, мне кажется, тоже сейчас заняться этой обузкой. И слорок листы вот на всех появляются в саппортах. Ой, какой смотри, ремонт шикарный был, но этого было мало, хотя с блинка врывается сразу. И ринг подцепил на хуке тиммейта Паджик, отправляет его покрутиться в ветерках. Очень сложная ситуация для темпларки, ничего не поделать. Хотя, хотя, хотя рефракшн. Нет, там блинк сбивается в любом раскладе. Умирает темплар-ассассин, килл забирает ирвинг. Может быть дальше больше или заканчивается ульта, заканчиваются активности. В камушек летит, ирвинга не остановить, он летает, просто убивает героев. Или нет, а помощь какая-то требуется, ирвинга сейчас заберут. Статиком накрыли еще и в этот спиртопе, погорячились ребята из Брайт. Ну, пытается выйти войд, успеет диссимилайт нажать. Ладно, статик закончился, в принципе нормально. Тут уже потихонечку и душат ранфот, да. О нет, разбегаются парни из Брайт, продают своего клокторка. Наверное, неплохо сыграно. Хотя, приходит имитатор, там же недалеко и муэрто, если что. Надо ДТП-шку сбить поджу, урона хватает, пуча умирает. Кила чувствует силушку богатырскую, есть у него Блэйд Мэйл, говорит, бейте меня, бейте меня сильнее, но не так больно, но не так сильно. Пожалуйста, остановитесь. И убегает, нормально, 450 мс. Хорошо. Да, Кила просто убегает из тимфайта. Заруба была плотная, самое важное, что вы сняли наконец-то этот чудовищный стриг, да, сколько золота там получили. Очень много, 986, плюс 621 золотой на команду. Ну и, соответственно, у Кила сразу же появляется Блэккинг Бар. Билд на Блэйд Мэйл интересный. То есть у него Блэйд Мэйл, БКБ. Мне не супер нравится, но с другой стороны, он ведь офлейнер, да, он не должен керировать. В Кикбай поставил Радианс. Печалька, на самом деле, здесь у Пуджа. У него Вангард плюс Блинг, дальше будет Блэйд Мэйл. Ой, Блэйд Мэйл. Просто, напросто, будет Аганим. Который, возможно, мы увидим, а, возможно, и нет. Отдай, нашел Смолки Кея, пошел Хукшот, спасает здесь вроде как. А подожди, не спасает Смолки Кея. Не доехал до нужной позиции Ранфо Дао, очень больный имитатор. Рискнет атаковать. Ой, хороший выстрел от Муэрты. Хит на месте. Пробивают Паджика. Паджик тут, конечно, с флэш-хипом. БКБ и Блэйд Мэйл нажимает Кила. Ну и как-то пока не похоже на импакт какой-то. Умирает имитатор, да, осилить его осилили. Умирает в это время и второй суппорт команды. Паук. Ну и самое главное, что остается одна темпларка. Не попал выстрелом пока что хит, но оно и несущественно. Наверное, да, все, убегает темпларка. Так, ну, намек на то, что хайграунд сейчас будем бить. А, вот так вообще это будет. Друзья, слов нет. Одни эмоции, good game well played. Брайт заканчивает эту серию 2-0. За 19 минут вторая карта упала. Ну, слушай, на самом деле молодцы Брайт, так уверенно отыграли. Почему вчера такой игры не было? Что поменялось? Надо было, наверное, брать Брюмастера. Очень круто отыграл. Я же говорил, что это его сигнал. Очень опытный игрок. Красиво, чуть-чуть сыграл. Мне понравилось, что он расконтроливает хорошо. И даже вот эту новую панду он использует. Которая, скажем так, панда пустоты называется, да? Откидывает героев назад, вперед в направлении. Прикольно, прикольно. Молодцы. 19 минут, все, потребовалось. 33 фрага сделали за 19 минут. Ну, красавцы, красавцы. Задали какой-то жесткий темп, который не вытерпели ребята из полк. Право? Что можно сказать? Дали нам перерыв, да? Как раз-таки в районе часа. Я бы, конечно, с удовольствием подстрелил третью карту. Но, извините меня, полк сегодня не было. Полк играли отвратно. У полк игра не шла. Эрн там что-то старался, придумал, пыхтел. Но вот как-то Ленифер, да, сегодня не блистает. Также и у Смола легкие проблемки. Может быть.